Всем доброе время суток. Мы опять приехали к Валерию Константиновичу. Ребят, очень многие спрашивали про абрикосы в Сибири. Какие они, вообще как они плодоносят, как они себя ведут. Я опять приехала к Валерию Константиновичу. Он хочет рассказать о своих абрикосах. Так, но дело в том, что для начала не все знают Валерия Константиновича, поэтому и вас. Значит, вы Жмакова Марина, вы блогер, у вас, как называется ваш блог? Домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство, так. Значит, часть фильмов попадает к вам, и у меня уже много раз. А я Железович Константинович, русский украинец, западенец, Львовская область, Волынская область, Кирсонская область, потом Сибирь, потом Нариск и последние 35 лет Новородина. Вот это вот сад. Разговор поздний, поэтому и тема. Мы же как договорились? Сегодня какое у нас число, кстати? Сегодня? Сейчас скажу. Я тоже не помню. 14-е? Нет, какое бы что. Не помню. 16-е уже было. 16-е уже было. 17-е. Ах, не, раз такая точность нужна, я сейчас гляну. Да, я думаю, будет гораздо интереснее, если... Да, интереснее, потому что у нас тема сегодня поздняя сорта. Я тоже не помню, какое сегодня число. Сейчас, сейчас, сейчас. Интересное слово, вообще вылетело из головы. А это мы так живем. Ну, как говорится, да, и в числах, естественно, теряем. Да, еще с таким хозяйством. 18-е среда. Ого, 18-е сентября 2019 года. Ага, значит, мы с вами как договоримся? Весной про весенние дела, осенью про весенние. Сейчас поздняя осень. Но на самом деле осень задержалась на месяц. Уже с прошлым годом бы раньше здесь все было бы желтым. А сейчас все еще зеленое. Так. Это вы нашли яблочко, вон грушка. Да, это еще ниже яблочки у вас. Ага. Это не повезло, это яблони. А когда разросся абрикос, она попала в его тень. И все, ее судьба предрешена. Она будет убрана отсюда. Яблоки не вызревают, видите? Тень полная. Ну ладно, мы отвлеклись. Что такое поздняя проблема? Дело в том, что давайте вспоминать. 2011-2012 год. Ранняя весна, теплый март, апрель. Шутка ли, в апреле зацвели абрикосы. А 9 мая снегу почти по пояс и мороз. Остались без абрикос. И тем не менее абрикосы были. А вот как это случилось? Вот примерно так, как здесь. Последние, сейчас 2019 год, весной что у нас было? Заморозки. Так? Вот. Вы с вами, угощал я вас 100-граммовыми абрикосами. У меня и фотки есть. Вот. Показывала нашим зрителям. Ага. Но дело в том, что бывает такая вещь, хорошая ложка к обеду и хорошо, когда есть резервы. Пусть даже вот такие скромные, как вот эти. Сейчас я покажу. Я тоже веду съемку. Вы ведете и я веду. Получится два фильма почти одинаковых. Ну вы для себя, а я для себя. Да. Значит, смысл такой. Если нормальная такая философия, если нормальная дружная весна, жаркое лето, в Сибири оно всегда было жарче, чем даже в Европе, в средней полосе. Хоть говорят, ах, Сибирь, ах, замерзаем. У нас каждое лето, почти каждое жарче. И вдруг весны не было, лето не было, холодно сыро. И в 7 дней 6 идет дождей. И сейчас, кстати, я сейчас хворожек только снял, уже начал накрапывать. И так каждый день практически. И что должно было случиться? Во-первых, абрикосы должны были сгнить. Они не то, что сгнить. У них такого понятия у наших абрикосов нет. Они в основном в Дальнем Востоке. Теперь, хвост они скромные, но почему я про них говорю? Уже в конце июля упали, вспоминайте, королевские. Уже в августе мы с вами угощались огромными академиками, баями, фаинами. И, наконец, пришел сентябрь. Крупноплодных уже нет, а их и так было мало. Они попали под заморки. Они раньше цвели. А этим что? Почему они? У нас же в этом году... Ну, на ваш взгляд, сколько абрикоса на ваших глазах, ведер было собрано? Вы тут почти каждый день были. Ну, лично на моих глазах я как бы сильно не смотрела. Но, видя, сколько пустых ведер было приготовлено, Ну, по ведер двадцать, я думаю, в день было собрано. И таких дней было много. Ну, сколько раз я приезжала, да? Никто не считал. Ну, ладно. Кстати, сейчас идет то же самое. Где-то здесь моя помощница гремит ведрами. Ага, даже слышно. То же самое. Сейчас знаете, что она собирает? Роскошная эта слива. Так вот, почему я попросил ее пока не собирать? Вот это, ну, чтобы нам было что снять. Итак, когда они будут собраны, я их выделяю в отдельную строчку и включаю в каталог как абрикос под названием сын манжурца уже без номера, они у меня все преномерированы, поздний. Если посмотреть вот так, вот здесь как раз и написано поздний. Это уже навсегда. То есть, мы с вами благодаря очень холодной весне, холодному лету и холодной осени выделили отдельную группу абрикосов. Всего таких дерева 3-4. Так. И не будем смотреть, что они мелкие. Знаете, почему они мелкие? Почему они в этом году не вкус? Солнца не было, это однозначно. Сладкие были только королевские. И эти, ну, огромные. А, падают абрикосы. А дело в том, что солнца не было раз. И во-вторых, урожай был такой огромный, невозможно сахар сохранить в таком количестве в плодах. А страдает сахаристость. Вот, но в прошлом году они были два раза крупнее. Но тогда было жаркое лето, и мы не могли выделить его. Знаете, что такое жаркое лето? А берут, цветут почти одновременно. Жаркая весна, лето, почти одно время цветения. И только когда момент истины наступил, когда наступило самое, за 35 лет в моей практике, самое холодное лето. И тогда получился разброс аж на два месяца. Первое пробовали два месяца назад. Вот. Я когда-то абрикосы увозил на московскую конференцию, а я выехал отсюда, я как помню, 13 июля, я увозил абрикосы уже, почти спелые. А сегодня у нас 18-е. Действительно, конечно, в нашем регионе иметь такие поздние абрикосы, это вот, на мой взгляд, это феном. А, так вот, в нашем регионе это одно лето такое, из 35. А это гораздо важнее, Марина, для других регионов. Вы заметьте, Красноярск бывает без заморожков? Нет. Нет. Новосибирск бывает? Нет. Этот самый, Томск, Омск, вся Сибирь. Урал не бывает. Бывают трассы, как у меня у друга. Один сад пуст, другой не пуст. Один посажен, от другого на расстоянии там 3 километра. Уже разные результаты. Теперь ландшафт. Смотрите, я к чему клоню. Я раньше разделял как. Мне говорили, у тебя есть поздние? Я говорю, да, они примерно одинаковые. А я советовал как. Есть южный склон, есть восточный, западный и северный. Если повезло, что абрикосы любят неровную местность, повезло, что, в принципе, посадка до юг, учитывая короткое российское лето, это возможность успеть и вызреть, и уйти в зиму нормально. Южный склон. Но бывает, южный склон-то как раз-то и убивает эти заморозки-то. Он первый-то и попадает по заморозке, раннее цветение. Тогда я говорю, ну, хорошо, если у вас такой, знаете, типа холмика, чтобы часть сада посадили на юге, а часть на западе, а еще немножечко, еще и на, ну, не на севере, конечно, еще немного на востоке. И получится, что он будет свести в разное время. А вот этого, я не знал, что у меня такие поздние. Вот я показываю их еще раз. Я этого не знал. Теперь получается, мой совет, уже, а, Анапа, Одесса, Краснодар, Сочи, и у них те же самые заморозки. И последние годы еще страшнее. Катаклизмы начались, и теперь получается так, что нам скоро негде будет брать абрикос. Вы знаете, что в Сочи завалено турецкими фруктами. Вы знаете, что они вообще разучились делать. А еще вот эти проблемы. И вот мы, сибиряки, опять впереди планеты всей, мы с вами, на ваших глазах, мы выделили абрикос, который назовем Сен-Манжурца, поздний. Никогда раньше такого не было, я понятия не очень поздний. То есть для холодных регионов? Да, это для холодных регионов. Вот, это первый момент. Сейчас мы на этом закончим. А еще же речь идет, пойдет и о сливах, и о яблонях, и о грушах. Вот, не только абрикосах. На абрикосе пока закончим, да? Да, пока закончим.